Здравствуйте, Михаил. Я рад с вами снова встретиться в вашем родном городе Рязани, в вашем клубе. И первый вопрос, который мне хочется задать, ваше личное определение. Дзюдо это? Дзюдо это гибкий путь. Поддаться, чтобы... Вот для Михаиловича Андреев. Вы используете этот принцип, поддаться, чтобы победить? У меня не совсем получается ничего. Другой стиль борьбы. А в жизни? В жизни может быть, да. Где-то лучше уступить, найти компромисс. Скажите, Миша, вы были участником Олимпийских... Мечта участвовать в Олимпийских играх, когда у вас появилась? Когда попал в сборную, в основную мужскую, в 2008 году, в чемпионат России. До этого вы не задумывались об Олимпийских играх? Задумывались много раз больше. На тот момент она стала более ближе. Ну, так мечта может ходать и любой спортсмен, который тренируется сюда, не считает в Олимпийских играх. Вы действующий спортсмен национальной олимпийской сборной команды России. Вы можете сказать, какими качествами должен обладать человек, чтобы стать участником Олимпийских игр? Не человек, а спортсмен. Какие-то выделить, может быть, из своего опыта личного? Ну, он должен быть сильно устремленным, и выкладываться полностью на тренировках. Большая работоспособность. Если не будет выкладываться, тренировка ничего не получится. У вас кто-то мотивирует в тренировочном процессе, или вы сами себя мотивируете? Сам себя мотивирует. А что вы вкладываете в понятие мотивации для себя? То есть, что вы просто станете победителем, будете хорошо тренироваться, или что-то другое? Не, ну, есть какая-то цель. Ставишь цель перед собой и добиваешься. Есть такой лозунг или девиз «Победа любой ценой». Это близко к вам? Да. То есть, вы готовы самую высокую цену поставить за победу на соревнованиях? Ну да. Ну, смотри, какую самую цену. Все же относительно. Ну, вот я поэтому и задал вопрос. Любая цена. Не вот любая цена, но главное победить. Ну, смотря на то, как здоровье, например, близких, например, тоже. То есть, все, опять-таки, все от ситуации, да, зависит? Белый или синий кимоно? Все, что от меня зависит, я все для этого сделаю. Белый или синий кимоно? В синий. А почему? Я в синим больше тренируюсь, больше привыкнем. Прошло уже почти три года, да? Ну, три года с вашего участия на Олимпийских играх. Вы, ну, уже понятно, какие там эмоции ушли. Вы анализ сделали, что для себя что-то, что тогда что-то не так было. Сделал, отказывается. Да, мне интересно это узнать, что, вот как вы это для себя оценили, что было не так. Что пошло, как я сказал, что пошло не так. Пошло что не так, ну, мне кажется, я чуть немного перетренировался и морально был наготов к соревнованиям. Там-то, ну, несколько другие соревнования Олимпийских играх, например, чемпионат мира и чемпионат Европы. Ну, такая психологическая атмосфера давится. Спортсмены, все ждут такие результаты, все, давай, давай, ты должен. Будет много улетать. А кто-то требовал от вас такого результата? Или это было внутренне ваше вот такое у себя что-то ощущение? Мы говорили, что все, давай, ты должен. Сейчас, например, если я на эту попаду, то я уже по-другому. Вы переосмыслили? Да. А вы как-то работали с психологом? Нет, не работал. Ну, я как бы... Тяжело ли тренироваться вот после Олимпиады и тем более все-таки вы, ну, прямо скажем, не молодой спортсмен, да, уже? Насколько тяжело тренироваться сейчас? Ну, в физическом плане не тяжело даже, может, и легче, так, психологически вообще больше тяжелее, потому что постоянно сборы, дом, семья, двое детей. Физически... Как вы больше любите вести поединок? От защиты или от нападения? Больше от нападения. То есть вы как бы хотите доминировать в поединке, да? А партер или стойка для вас? Стойка. Я смотрю, у вас порой такие, ну, нестандартные бывают приемы. Да, допустим, тот же самый Морото Суенаги, бросок через спину, вы как-то немножко не совсем стандартный, как все делаете. Вот всю технику приемов, кто вам показывал, вот вы изучали с кем? Ну, разные приемы, что-то мой личный тренер Андрей Николаевич показывал, что тренера сборной, юноши, тренеры. А вообще, вот вы, когда смотрите какие-то соревнования, поединки, вы что-то берете, что-то для себя интересное, что-то пробуете, что другие делают? Ну, сейчас уже нет, когда уже, сейчас уже тяжело что-то новое работать. Вот, когда чуть помоложе был, да, ну, как бы, все, что я делал, не я же придумал, что-то нестандартный. Сейчас очень много в дзюдо, ну, дзюдо становится такое, как бы, коммерческое, да, турниры все, финансы, финансы. Как вы думаете, мешает ли это вообще, вот, именно для соревнований, что когда есть, ну, мотивация финансовая? Ну, я не знаю, как бы. Ну, что, дзюдо становится больше таким, как бы, именно, то есть, борьба за деньги. Я не знаю, если первое место на гран-при, например, две с половиной тысячи долларов вы получите, это большие деньги, чтобы выиграть гран-при. Это нелегко, и, как бы, две с половиной тысячи, я считаю, не как теннис, там, чтобы вы не такие большие деньги, такой труд спортсмены вкладывают. А насколько бы вы, так, можно сказать, подожди. Я бы не сказал, что очень коммерческий, коммерческий. Понятно, что какие-то призовые стали, да, я, ну, все, никто не будет. Если бы платили, там, за гран-при, например, там, 10 тысяч долларов, то есть, ну, там, не надо. Ну, то есть, для вас, ну, как бы, финансовая составляющая турнира не играет роль, да? Нет, вообще никто. То есть, кого я знаю, как в Барсеновске, никто. А как сейчас, вот, ваш, допустим, тренировочный день или тренировочный процесс проходит так же, как и до вашей первой Олимпиады? Или все-таки есть какие-то, учитываете какие-то нюансы в связи с возрастом, все-таки как-то еще? Ну, я так возраст говорю, конечно, у Трира, там, вы еще достаточно молодой. Нет, совсем так же, но, как-то тренировки поменялись. А так, ну, в принципе, один вот этот уж план. Сейчас был чемпионат мира. Ваша задача была на этом чемпионате мира? Моя задача была... Просто вы достаточно мало проводите турниры в последнее время. И поэтому, как бы, хотелось узнать, как... Ну, конечно, медаль нужна была. Не получилось. Чуть-чуть. Был физически хорошо готов. Может, мне кажется, морально, но подустал. А кто сейчас капитан в сборной России? Есть вообще такая должность, как, ну, в самой сборной России капитан? Или как, ну, спортсмен, которым нет... То есть, все, как бы, одно целое, да, так можно сказать? Да. Изменился ли подход тренировочный вообще в системе подготовки сборной до Вашей первой Олимпиады и сейчас? Какие-то корректировки есть или ничего не меняется в тренировочном процессе? Не, ну, понятно, что меняется там. Но таких кардинальных особо нет. Ну, есть, но в целом примерно так же. Ну, так, если немножко вперед загадывая. Вы планируете завершить спортивную карьеру после Олимпиады в Токио? Ну, конечно. Ну, не знаю, может, вот есть венгерский спортсмен, он говорит, ему сколько там, кажется, 36 лет? Он один, 37. Он один там у него в стране есть. Никакой конкуренции у нас, помимо меня, еще 10 молодых спортсменов. За спиной стоят, да? А чем планируете заниматься или еще пока не решили? Тренерской деятельности? Ну, наверное, пока еще не решил. Ну, возможно, тренерская. Ну, вообще лежит душа к тренерскому? Ну, да. А вы, ребят, когда приезжаете к себе в клуб, помогаете им, как каким-то советом молодым ребятам? Ну, кто спрашивает. А вообще спрашивают, подходят? Если вот когда вы здесь, подходят ребята молодые, спрашивают что-то или стесняются? Ну, немножко стесняюсь. Ну, кто подходит, всем помогает. А что, ну, какой совет бы вы могли дать молодым ребятам? Просто я вот разговаривал сейчас с вашим тренером Андреем Поповым. Он сказал, что сейчас, ну, в вашем, ну, есть какой-то спад, да? Ну, такой спад между взрослым, да, именно в вашем клубе в Лязани. Что можете вы сказать молодым ребятам, которые вот сейчас там 15 лет, 16 лет? Какую мотивацию вы можете дать для занятий, чтобы они... Как? Я не знаю, как-то у нас здесь центральный федеральный мокрый, немножко с этим, не знаю, проблематичный. Молодежь особо не хочет тренироваться. Ну, а на вашем примере вы, мы, наверное, об этом уже говорили, как вы себя мотивировали, как вы себя мотивируете. Ну, как-то, можете еще так вот сказать, вот что стоит в основе ваших... Ну, многие же бы уже опустили руки, сказали, ну, чего уже, скоро 30 лет. Или уже 30 лет исполнилось? Кому? Вам. Мне 32. 32, тем более, вот что еще? Да, 32 года, ну, чего там это? Зачем это нужно? Не, ну, у меня есть цель. Мечта? Да. А вот молодым ребятам мечтать? Ну, конечно. Мечты есть приятная особенность, они сбываются. Так что, не знаю. Надо, это их не выбор. Как они сами захотят, если поставится перед собой цель, буду добиваться, если нет. А как вы думаете, вообще, чем так интересна Олимпиада? Почему Олимпийские игры считаются верхом спортивного достижения или верхом для спортсмена, самой верхней точкой? Ну, я не беру, конечно, профессиональный спортсмена. Да, сразу в 4 года проходят, и там все приезжают с таким более, как в последний раз в жизни сражаются. А так, по большому счету, чемпионат мира сейчас гораздо тяжелее выиграть. Есть такой лозунг в Олимпиаде «Быстрее, выше, сильнее». Как вы его для себя как-то думали об этом? Как вы можете его, ну, сказать, быстрее кого или быстрее чего? Выше чего или кого или как? К чему это относится? Вы как-то задумывались когда-нибудь об этом? Ну, что мы как бы быстрее бежать, выше прыгать. Ну, как будет, чтобы на вершине быть. А снится вам Олимпиада? Ну, бывает. А вы бы, вот у вас двое детей, вы хотите, чтобы они занимались дзюдо? Ну, возможно. Ну, дочки нет. Дочки на гимнастику у них ходят. Сын? Возможно. Если бы в дзюдо не было соревнований, вы бы занимались дзюдо? Сейчас? На данный момент? Нет, когда вот были ребенком, допустим. Да я даже не знаю. Наверное, нет. Ну, то есть, ради чего так вот соревнования ездишь, борешься, соревнуешься. Ну, не знаю. А если сейчас, ну, то же самое, да? То есть, по большому счету, вы занимаетесь, ну, занятие дзюдо для участия в соревнованиях, так можно сказать. А вот завершив спортивную карьеру, вы... Точнее, не так. Вы слышали, что сейчас есть такое вот ветеранское движение дзюдо, да? Слышали, там, участвую в соревнованиях и так далее. Как вы к этому относитесь? Вообще, вот если бы, да, вот представьте... Кстати, вы уже, кстати, подходите по возрасту. Я уже и во вторую группу. Да, 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 да. Ну, я, наверное, не знаю, как загадывать. Вот представим, через 10 лет, да? Вам 42 года, вы закончили уже спортивную карьеру. Я за свою жизнь уже наборолся. Мне кажется, там будет, особо не наборолся. Свою спортивную карьеру. А вы вообще устали от занятий дзюдо? От занятий нет. Я говорю, что тяжело морально на сборы ездить. Много времени на сборы проводим. А так физически. Ну, то есть, нет такого, знаете, как некоторые говорят, вот так надо отдохнуть от дзюдо, там, вот сейчас я вот закончу спортивную карьеру, допустим. Я вот приезжаю, например, со сборов, да, и я все равно припохожу на тренировки. Если бы я устал, я бы не ходил бы. Могу дома спокойно сидеть. Значит, то есть, если ветеранское дзюдо лет через 10, вы бы не стали бы участвовать в соревнованиях, да? То есть, вы как бы... Нет, я говорю, что у меня есть такая цель, да, например, для приехать в Олимпиаду, там, взять медаль, да. Я же как бы к этому иду. Если бы у меня не было, я бы не ходил в тренировки дома. А и когда я завершу, мне... Зачем мне надо будет ездить на дзюдо? Михаил, а как вообще дзюдо... На здоровье влияет? Я даже не знаю. Вот завтра еду на медосмотр. Ну, вообще, вы чувствуете, что какие-то есть дискомфорты там? Я вообще ничего не чувствую. Как говорят, вы бодры, веселые. Хорошо, вот у вас такая возможность, допустим, есть. Не сейчас, а вообще. Сказать что-то всем людям во всем мире. Что бы вы им сказали? Занимайтесь спортом. И дзюдо в частности. Спасибо, Михаил. Я желаю вам успехов и чтобы ваша мечта сбылась. Спасибо.